друзья всем привет есть у нас еще в магазине площадка на которой стоит техника разного вылосовский культиватор кпг-8 кран диски глубокорыхлитель кстати в работе ни разу не показывал и вот привез на заводе нашел такой культиватор таких два культиватора привез уже снят из производства волос агра они раньше такие делали да вообще вот этот культиватор даже сейчас я скажу какого года 2017 года но они уже сняты с производства и таких два культиватора просто стоят на заводе у них даже на уже в прайсе нету я спросил они ряду забирай типа хочешь может кому-то надо цену чуть-чуть сбавим в общем цена такого культиватора будет стоить примерно 56 тысяч гривен там уже с доставкой будем разговаривать смотря кто куда ну не примерно на 56 до до раньше он стоил дороже вот кпс да как он называется вообще этот кпг называется ну типа как кпс наш принципе дети совсем другой кпг это у нас фон мы привыкли такой видеть а этот по принципу кпс тут совсем чуть по-другому но в принципе кпс он абсолютно новый просто уже стоял долго на заводе у них там очень много продукции которая там снята с производства нее там потом утилизируют но такой культиватор жалко может кому-то и надо будет тут конечно солидолом давно помазано он новый да ну просто стоит уже давно так что кого интересует сколько их штук было 902 штуки было сделано на заводе но я так понимаю это его номер в общем есть таких два культиватора комплекте лапы поводки вороны продаются у нас отдельно есть же бороны у нас да да так что есть бороны отдельно в общем друзья пока стоит культиватор таких два звоните пишите кого интересует может не каждому по карману допустим такие культиваторы ширина захвата тут 4 метра ну как обычно стандартный едут ширина пишется кпг 4 и название у него тпг как футового культиватора сейчас еще пройдемся там готовят отправку со склада подсниму есть там кое-какие вопросы которые надо сказать вам в общем игорю клиенту моему привет заказал такой литол у нас там получился казус новая почта вот эту это ведро разбила и заказал он еще вот такое масло на сайте увидел картинку вот именно была такая картинка а пришло ему с такой да по моему ну примерно до объясни вообще вот что там произошло ну смотрите как бы это один и тот же завод грубо говоря тут находятся одно и то же масло под разными торговыми марками если как бы углубиться уже совсем то в общем адрес 1 и турбом и кунас ксм 3 там варшавская 1 здесь у нас ну то же самое варшавская 1 то есть то же самое то есть это но один и тот же завод мы как бы на это раньше внимания не обращали потому что люди как бы и вопросы не задавали по этому поводу нет как сказали мне допустим люди тут же по факту приезжали брали им просто как бы объясняли ситуацию на месте а в интернете не учли эту ситуацию и человек конечно ну то что масло там разбилось это понятно а вот человек увидел картинку одного пришло другое игоря полностью согласен да надо этот момент объяснять бы до внимания что витя при выписке заказа он же не может знать какое масло она у нас все заведено как ты мой но витя сидя там за компьютером он и знать не знает что сейчас пришло не ну естественно если бы я увидел эту картинку пришло это я тоже засунивался правильно это так что имейте ввиду здесь не будут можно понимать просто что у завода есть 4 бренда масло как бы мы гарантируем что масло заводское ну да оно может быть разлито по четырьмя разными марками да в общем такой инцидент был игорь мы конечно извиняемся но никто обманывать не хотел вот впредь постараемся все это исправить может быть хотя бы говорить людям да да каким то так что вы на будущее имейте ввиду что ну понятно что могут ошибиться ну чем то ошибиться могут это понятно но если вот ну просто у менеджера можно уточнять и менеджер ну ситуацию объяснит и как бы обманывать точно никто никого не будет выбрать есть из чего поэтому вы всегда что-нибудь подберете здесь нет одного есть может если человеку принципиально только тема может тогда в момент заказа ему надо на этом акцентировать внимание но это понятно кто об этом знал правильно даже мы об этом не знали скажем так да так что Игорь извиняемся очень рад что вы у нас заказали очень много вопросов по лапам это все лапы велесовского производства абсолютно все но когда задаете вопрос нужна лапа на культиватор скажем так это 10 процентов ассортимента который у нас есть уточняйте какой у вас культиватор какая лапа то есть у всех разные размеры нам нужно знать как идентифицировать да смотрите во первых ширина разная во вторых разные культиваторы они вообще абсолютно разные даже на стойку вот это идут наши отечественные то есть это 220 это 270 это 330 шепетовская это 330 острая дальше идут импортные то есть это уже идет на культиваторы велесовские там либо импортного производства это идут уже импортные лапы в конце это КПЕшная самая большая лапа так что насчет лап тоже мы объяснили ситуацию пишите какой культиватор какой размер все они баррированные это все оригинал велесагра у них у всех есть клеймо велесагра еще тоже ребята будьте внимательны велесагра есть там синие какие угодно велесагра может быть только такая а то есть есть подделки есть куча подделок велесагра может быть только такого цвета и только с таким клеймо то на рынке я видел и черную и вся горбатая была ну там понятно что не завод ну самая там такая подделка более-менее она синяя и очень и несколько клиентов ну не как бы не клиентов а зрители моих мне писали лично велосовская лапа стерлась в первый день я говорю так одет ее купил ну там на рынке я говорю так ты купи на заводе а потом предъявляю правильно ну как бы ну да сначала надо убедиться что она точно оригинальная да вот такую я лапу даже еще не видел я же говорю это реально процентов 10 ассортиментов тут еще очень много это даже не все я выложил что примерно люди понимали картину что они разные да все лапы разные есть еще в наличии электроды разные да смотрите есть электроды у нас ребята представлены не торговой маркой плазматек это винецкий завод наверное самый лучший по электродам в украине есть разные размеры то есть вот двойки двойки тройки четверки пятерки электроды как бы есть обычные также есть чугун нержавейка есть даже наплавка с армайтом то есть на лапу можно плавить на лимит да на лампы то есть есть желающие которые делают это также есть проволоки сварочные этого же завода тоже разные размеры диаметры в общем интересуйтесь много чего есть и даже электроды не только для нас хозяйств это очень нужная штука хорошо есть же от этого же завода еще эти премиум не ты говоришь да ну не премиум это то есть разное качество это идет как фундамент это как премиум качество в общем выбор электродов огромный обычно если клиенты приезжают они заходят в этот кабинет тут работают менеджера принимают звонки кто звонит там через интернет и те люди которые приходят сюда сделали стенд специально чтобы было удобно посмотреть по LED-фарам у меня некоторые интересуются есть ли у нас такой ассортимент да смотрите ребята раньше этого не было то есть любой магазин работает от спроса наполняем ассортимент по вашему желанию задавайте разные вопросы раньше у нас этого не было теперь мы завезли LED-фары там фонари газоновские камазовские то есть вот эти вот тоже длинные фонари то есть разной длины они могут быть что тут это гайки крепежные которые там то есть ассортимент по фонарям теперь тоже по LED-у очень большой то есть есть китайское производство как бы скажем в основном китайское все это производство разные есть да так что кого интересует чтоб ничего не попадало возможно будем смотреть возможно будет еще возможно будем расширять то есть по вашим запросам есть там и мигалки разные да есть проблистовые маяки но они все сладенькие и это не весь еще ассортимент да ну просто сюда все не помещается но оно хотя бы здесь наглядно как-то видно тут линзы какие-то вот эти в основном джиперы берут на машины да там с линзами так как оно стоило вот это похоже как у нас только другой производитель в общем есть лампы LED-овская то есть люди на свои автомобили тоже берут ну и разные лампочки они тут у вас раньше были да? лампочки были раньше это обычная лампа и такое что-то мощное что это такое? было несколько запросов фара LED голубая для опрыскивателя то есть вешается на опрыскиватель светит она голубым цветом даже больше синим типа видно каждую каплю она подсвечивает каплю так что ты прям видишь какие процентки работают какие не работают одену мы ее только заказали а будет да она к нам приедет это кстати очень интересная штука реально очень много вопросов я тоже об этом думал думал или длинную ну вот почему-то работает именно ну я направляю да? ее ставят ужас по направлению и ты прям видишь реально как реки подсвечиваются прям очень хорошо все видно в общем такой ассортимент оптики еще хотел сказать продаются у нас аккумуляторы в магазине какие у нас тут завода давайте я чуть объясню аккумуляторы у нас двух заводов это Херсонский завод Садовский и Fireball это делает завод Веста Днепропетровский то есть есть два вида аккумуляторов то есть от каждого производителя есть стандарт есть премиум здесь он называется просто комбат здесь называется профи точно так же от Fireball есть Fireball премиум есть Fireball обычный На этот идет один год гарантии, на этот идет два года гарантии. Точно так же здесь аналогично. Обычный стандарт комбатовский год гарантии, здесь два года гарантии. Перед отправкой все аккумуляторы проверяются нагрузочной вилкой. Но они тут есть разные. Да, аккумуляторы есть от 50-го и до 200-го. Что я хотел сказать. Смотрите, аккумуляторы все запечатаны, но перед отправкой, вот сейчас заказали аккумуляторы, 4 штуки, и проверяют нагрузку у каждого, их распечатывают. И еще важная информация, что, вы говорите, новая почта их не берет, да? Возит аккумуляторы только деливерирую. Больше никто аккумулятор не возит. Если кто заказывает, допустим, аккумулятор с запчастями, то через деливери только. Плюс к аккумуляторам идут паспорта гарантийные. Ну и в принципе, как бы все. Проблема как бы по этим аккумуляторам практически... Все, отвлекли вас, занимайтесь. В общем, друзья, такое вот коротенькое видео. Показал я вам вкратце, какой есть ассортимент. В будущем я буду делать такие видео. Некоторым это нравится, не нравится. Но я считаю, что ничего страшного в этом нет. Не каждый день у меня выходят видео. Так что, если какое-то видео выйдет промазин, я считаю, что они мешать каналу не будут. А для многих это будет полезно, так как для некоторых это очень важно. Для некоторых заходят посмотреть там красивую картинку на канале. А некоторые заходят увидеть что-то интересное, полезное. И магазин это для многих полезная штука. Вижу я по продажам, что не зря открыл. Ну, хороший спрос. И я понимаю, что нужда в этом есть. Так что, периодические видео с магазина будут. Так как это и мои интересы. Как можем, так и крутимся. Всем удачи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok